Приветствую вас, знаете, конечно, у вашего проявления, у ваших снов, у того, что происходит, есть, безусловно, причины, которые, по-видимому, как-то на вас влияют, которые, по-видимому, стимулируют и мотивируют вас на то, что вы видите наяву в сновидении, вот. Ага, значит, то, что это происходит с пяти лет, конечно, на мой взгляд, не случайность, да. Вот, и, конечно, нужно это исследовать, нужно это анализировать, нужно это изучать. То есть это, в общем-то, неплохо делают специалисты психоаналитики, вот. Я соглашусь с коллегой Мариной Голиковой, которая, в общем-то, наиболее профессионально, на мой взгляд, ответила на ваш вопрос, да, и, ну, именно, вот, с точки зрения такой, чисто формальный, вот. Вполне возможно, что это всё действительно проделать нормы, вот. Вот, но интересен, знаете, какой момент? Интересен, на самом деле, тот момент, что вы боитесь, что вас спекут. Вы боитесь, что вас спекут в больницу по какой-то причине. И мне, если честно, думается, что этот страх, он, ну, скажем так, он не случайный. То есть, совершенно очевидно, что у вас присутствует определенная тревожность, какая-то, возможно. Возможно, вы чего-то боитесь, возможно, вы что-то в себе подавляете, вот. Возможно. Возможно, вы что-то в себе подавляете. Вот. Ага. Хотя, конечно, ну, безусловно, безусловно, непонятно всё сейчас, на данный момент. Вот. Но, как бы, нужно это исследовать, нужно это анализировать, нужно посмотреть. А, вот. У нас вот сны, это работа подсознания. И так получается, что ваше подсознание, оно очень сильно активно. А по каким причинам оно активно, это, безусловно, непонятно. Потому что, ну, мы не знаем, да, мы не знаем, мы не знаем ваши истории, мы не знаем того, как складывалась ваша жизнь. Мы не знаем, почему, собственно говоря, вас водили к психиатрам сразу, а не к детскому психологу, например. Мы не знаем, как вы восприняли то, что вас туда отвели, да, по психиатрам. Вот. Всего этого мы не знаем. А это, соответственно, очень важная информация, без которой, наверное, не получится найти точник этого. Вот. Интересно, что вы видите мёртвых людей. Вот. То есть, это, я так понимаю, не самое приятное видимо. Оно у вас вызывает какие-то чувства. То есть, с чем-то возникает ассоциация. Вот. Я думаю, что нужно этот момент, как раз таки, проанализировать. С чем возникает ассоциация у вас, что конкретно вы именно чувствуете. Вот. То есть, с сновидениями, а работа происходит примерно вот таким образом. Вот. То есть, это не что-то такое. Вот. Ваше состояние не является как накаловым заболеванием. Вот. Здесь моя коллега, опять же, права совершенно. Вот. А значит, вам нужно обращаться не к психиатру, да, а именно к психологу, к аналитику для работы с этими вещами. Вот. Сны пытаются вам что-то сказать. Сновидения пытаются до вас что-то донести, да. То есть, какую-то часть, какую-то сторону ваших желаний они пытаются вам показать. Но вы... на данный момент это себе запрещает. Вот. Так что нужно именно именно проанализировать, да, вот, поработать с ассоциациями, и, соответственно, на мой взгляд, вы сможете понять, что значит ваше сновидение. тем более такие явные. Вот. Мне почему-то показалось, да, что с вашими родителями у вас отношения были, ну, наверное, не очень такие доверительные. может быть он чувствует себя в безопасности, а с с ними до конца. Потому что вот это такая позиция, да, что а насчет что быть в случае вот таких проявлений в пять лет уже должны идти к двигатру, ну, это как-то, на мой взгляд, это поспешное решение, и уж точно не нацеленное на человека, ну, то есть на вас. Да? Вот. Поэтому мне кажется, что если это сделать специально, то было какое-то воспоминание, было какое-то травмирующее происшествие в вашей жизни, которое вот собственно и вызвало подобный всплеск. Подобный всплеск эмоций, подобный всплеск чувств ваших и так далее. Вот. А, значит идет разбирательность, психолог, психоаналитик. Вот. И страхи. Ответ на страхи. Вот. Будьте готовы к тому, что в процессе анализа ваших сновидений, да, и анализа того, что ну, вот, вы видите. Будьте готовы к тому, что в результаты вплывут какие-то желания ваши, вот, которые нормально будут вас стыдить, будут вам неприятны, ну, и так далее. В заключение, что мне хочется сказать. Немного странно, мне было читать ваши строчки о том, что один раз мужа, добивая до участия, ему сказал, что на нас идет мертвый мужчина со свечей в руках. Вот. Понимаете? Мне немного странно, почему мужчина испугался. То есть, что за мужчина такой, который может бояться подобных вещей. Вот. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что это несколько странно. Вот. Какой у вас муж, и что может привести его до участия. вот. Ну, а что касается мертвого мужчины, что свечей в руках, это нужно анализировать. Потому что здесь вот так публично мне бы не хотелось говорить о том, что значит это основедение, что оно может значить. Ну, и нужно поисследовать вашу жизнь, ваше желание, чтобы не делать каких-то голословных таких заявлений. Вот. Не заниматься диким психоанализм, скажем так. Вот. на этом в принципе все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.